КОНЕЦ 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 Роман Анатолия Рыбакова «Дети Арбата» вызвал повсеместный интерес. Этот интерес объясняется благородным стремлением писателя вскрыть впервые столь подробно в нашей литературе психологию Сталина в качестве государственного деятеля, деятеля, у которого по Рыбакову неразделимо слились представления о благе народном и благе собственном. Причем под собственным благом подразумевалась безграничная власть, устранявшая без всякой пощады со своего пути всех несогласных с ним, избранным самой судьбой. В «Дети Арбата» автор рассказал об эпохе, в которой обесценивалась цел человеческая жизнь, когда личное мнение расценивалось как измена Родины. Руководитель государства рассуждал, смерть решает все проблемы, нет человека и нет проблем. Анатолий Рыбаков, используя архивные материалы, исторические факты и художественный вымысел, пытается представить читателя живого и действующего Сталина, чтобы показать, как уверенность собственной непогрешимости увела его от ленинских норм партийной и государственной политики, чтобы помочь оценить действия государственного деятеля для будущих поколений, научить выявлять приспособленцев и бездарей, чтобы не только вследствие Твардовским, Трифоновым подтвердить, что это было, но и объяснить, как это было. Время действия романа «Дети Арбата» – 1934 год. Автор вводит читателей то в кремлевские кабинеты, то в атмосферу коммунальных квартир, то в институтские аудитории или тюремную камеру, знакомит с жизнью и бытом сибирской деревни. Герои романа – простые юноши и девушки с московского Арбата и люди высшего эшелона власти, Сталина и его окружения – рабочие и руководители научных учреждений и крупных строек. Об их духовном мире, характерах и жизненной позиции, о времени, оказавшем громадное влияние на человеческие судьбы, рассказывает этот роман. Сегодня эта непростая история судеб целого поколения читается с неослабевающим интересом. Главные герои этой эпопеи – столичная молодежь, верные друзья, тесный кружок, каждому из них судьбой уготован особый путь. Кого-то ждет почетное место вершителя судеб, кого-то ссылка на Дальний Восток. Одним удается сохранить достоинство в условиях государственного произвола, другие не выбирают средств ради достижения власти. Начиная работу над романом, Рыбаков остановился на семерых действующих лицах. Все они жили по соседству, дружили, делились сокровенными мыслями. Казалось, герои должны пройти один жизненный путь. Но драматически закончившийся убийством Кирова 1934 год высветил главное в характер персонажей. Кончилась безмятежная юность, и несправедливая реальность обступила детей Арбата. Каждому из них предстояло сделать выбор. Честный и принципиальный Панкратов, в образе которого немало от реалий судьбы самого автора, выбрал верность долгу, человечность и стал средоточием моральной силы. Шарок избирает силу власти, которая определяет его бытие, снимает с него всякую ответственность. Рыбаков показывает, как проходит через душу каждого героя водораздел между моралью человеческой и общественной. Интонация повествования, очерковая. Автору важно было стилизовать изложения под документальную хронику времени, поэтому в канву повествования входят приметы облика обновляющейся Москвы и стихия характера, в котором честолюбие приобрело чудовищные формы. Стремление к очерковости позволило автору соединить сложные стилистические пласты «Москва», «Кабинет в Кремле» и «Лесная глухомань». В романе глубоко раскрыты такие темы, как история и философия власти, роль школьного товарищества в жизни человека, мужество советских людей, глубина их убеждений, верность долгу, материнская любовь и другие. Стоило ли воскрешать прожитое, писать о прошлом? Ответ на этот вопрос содержался в многочисленных письмах читателей после публикации романа. Дети Арбата являются ярким проявлением назревшего момента истины. Правдивый рассказ о тех тяжелых днях совершенно необходим для того, чтобы ничто подобное больше не могло повториться никогда, а наши дети и внуки могли спокойно, с гордостью носить фамилии своих отцов. Сам автор считал, что истину произносить и открывать никогда не поздно. Правдивое в жизни искусстве может вылечить общество. Евгений Евтушенко говорил, после этого романа невозможно будет оставить те же учебники по истории в библиотеках и школах. Тысячи, может быть десятки тысяч, прочтут историческое исследование о Сталине. Миллионы прочли Дети Арбата и оставили свое мнение. И не только у нас. Роман был издан в 52 странах. Роман Дети Арбата получил огромный общественный резонанс. В связи с невиданной популярностью романа, Рыбаков даже попал на обложку журнала «Тайм» в 1988 году. А президент США Рональд Рейган сказал, «Мы рукоплещем Горбачеву за то, что он вернул сахаровые ссылки, за то, что опубликовал романы Пастернака «Доктор Живака» и Рыбакова «Дети Арбата». Так роман стал политическим фактором, частью мировой разрядки». До последних дней жизни Анатолия Рыбакова волновала судьба его поколения, поколение идеалистов, веривших, что можно сделать человека лучше и создать справедливое общество. На долю этого поколения щедро выпали и сталинские, и немецкие пули, а то, что они все-таки успели сделать, стало пеплом. Собственно, об этом две следующие книги и его трилогии о Дети Арбата «Страх и прах и пепел». Сам Рыбаков говорил, что написав роман о сталинском времени, он выполнил дело своей жизни. В 2004 году по мотивам произведения «Дети Арбата» был выпущен многосерийный одноименный фильм.